Выезжаем. Вчера мы были в лесу, собирали грибы-весёлки. Вот такие грибы-весёлки мы собирали. Только они были беленькие шляпки, а не зелёненькие. Попалось очень много яиц от этих грибов. Вот они. Из них должны вырасти вот такие вот грибы. И они вырастут. Из каждого яйца обязательно вырастет гриб в холодильнике. Вчера ещё было яйцо, а теперь уже гриб. И этот тоже вчера ещё был яйцом. А вырос гриб. Они ещё растут и будут подрастать. Из больших яиц вырастут побольше грибы, из маленьких вырастут поменьше. Они бывают разными. Бывают с зелёной шапочкой, бывают с белой шапочкой. Все грибы полезные. От макушки до хвоста, как говорится. Готовить лекарства очень просто. Главное, чтобы грибы были чистые. От мусора их в лесу сразу очищают и дома дорабатывают, если что. Потом мыть их ни в коем случае нельзя. Потому что у нас есть опыт. Мы однажды помыли, потом заливали водкой. И у нас получилось заброженное лекарство. Это уже не лекарство. Поэтому мыть их нельзя. Хотя в некоторых рецептах пишут, что помыть, посушить, их не высушишь. Они пористые. Считается, что на два гриба надо пол-литра водки. Настаивают. Можно две недели, можно 48 суток. Но в холодном, тёмном месте обязательно. И чем дольше стоят, настаиваются. Сливать не нужно этот настой от грибов. Они всё время должны находиться в водке, эти грибы. Чем дольше настаиваются, тем оно лучше. Если яйца настаивать, их надо на 4 части порезать и залить водкой. Можно и целые яйца, если на долгое хранение. Если сразу не нужно это лекарство. Они и так хорошо будут. После применения лекарства, вот эти все грибы тоже съедают. Их не выбрасывают. Потому что в них тоже всё это очень много ценных веществ осталось. Пытается, что самое ценное в этом грибе, вот это вот желе. Оболочка. Яйца под шкурочкой. Вот из этого яичка тоже вырос гриб. Кто-то в лесу зацепил. Шкурочка немножко лопнула. И вот он. Пока ехали домой, он и вырос. Продолжает дальше расти. Продолжение следует...